Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Крупным планом руководитель УНТФ встретился с коллективом Таима. Полностью поддерживаю его слова. Как это было? Страшная находка у деревни Спорной. Обнаружили машину с четырьмя трупами. На берегу остались следы протектора и осколки стекла. Подробности с места ЧП. Карточка с оригинальным дизайном. Какую открытку к одню независимости готовит Белпочта? Охота на браконьеров. На переднем сидении данного автомобиля, пассажирском, находился рюкзак с мясом. Инспекторы задержали мужчину с трофеями. Тот собирался бежать, что грозит горе охотнику. А также 140 миллионов на дороге, городской чемпионат и в небе туча хмурится. Чем удивит первый день июля подробный прогноз погоды. В стране выздоровели свыше 46 тысяч пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Зарегистрировано 62 тысячи 118 случаев заражения инфекцией. Лаборатории обработали свыше миллиона тестов. Эти данные приводит Минздрав. Бобруйский онкодиспансер возвращается к прежнему режиму работы. В учреждении проводит поэтапную дезобработку помещений. Тем временем, с момента начала пандемии, медики получили из профсоюзного страхового фонда более миллиона рублей. Материальная помощь оказывается работникам системы здравоохранения, которые заболели коронавирусом и провели дома свыше 21 дня. Сумма зависит от тяжести протекания болезни. Между тем, в Гродно начало работать модуль для бесконтактного забора анализов на COVID-19. Платные исследования проводят для тех, кто собирается выехать за границу. В кабине сразу несколько степеней защиты. Врача и пациента разделяют специальное стекло. В него вмонтированы противовирусные перчатки. С их помощью берут биоматериал. Модуль смонтирован так, что вы видели, там имеются две зоны. Зона пациента и зона медицинского работника. Значит, зона пациента обеспечена вентилированием, системой дезинфекции, полностью обработкой после каждого пациента. В помещении для медицинских работников там имеется компьютерное обеспечение с предварительной записью. Мы записываем пациентов не просто так, а именно по предварительной записи, что даже когда они к нам приходят на забор в Москву, чтобы они по минимуму не пересекались между собой. Крупным планом председатель правления ОНТ Марат Марков встретился с коллективом завода ТАИМ. На встрече обсуждали тему несанкционированных массовых акций, вбросы в телеграм-канал и провокации накануне президентских выборов. Медиа-менеджер в доступной форме объяснил причины и последствия происходящего в стране. Моим журналистам пишут в личку с угрозами убийства. Это происходит сейчас, это происходит в отношении моих сотрудников, чиновников, видных спортсменов, депутатов и так далее. Это сплошь и рядом. И вот то, что вы слышали, может быть, последние два дня, генпрокуратура очень серьезно занялась этим вопросом. Когда это написано в интернете на личной странице, это считается как бы можно. Но упаси вас Бог и людям говорите простую вещь. Попадется кто-то в этой ситуации, получит уголовную статью до двух лет лишения свободы. Я не говорю про штраф в обязательном порядке. Нельзя такие вещи делать. Но это происходит. После вступительной речи Марат Марков ответил на вопросы. Присутствующие интересовались особенностями работы УНТ в кадре и за кадром. Сотрудники ТАИМа признались, диалог вышел продуктивным. Впечатление положительное, человек адекватный. Так было интересно. Передачи смотрим. Есть возможность оценить, как формируется мнение людей. Может быть, где-то и догадывался, но полной картины не имел. А вот теперь имеет возможность, скажем так, об этом узнать. Очень понравилось. Безумно. Прям прекрасный рассказчик. Все. Прям полностью поддерживаю его слова. Встреча прекрасная. У нас, наверное, впервые такая встреча. Ненавязчиво. Интересно. У деревни Спорное нашли перевернутые автомобили. Четыре бездыханных тела. Мария Бушкевич выехала на место происшествия. Днем сотрудники агроусадьбы в Бобруйском районе нашли в водоеме перевернутый автомобиль и позвонили в экстренные службы. Затонувшее авто нашли именно в этом месте. Машину вытащили из воды. На берегу остались следы протектора и осколки стекла. Внутри хэтчбека оказались четыре тела без признаков жизни. По данным следствия, накануне компания рыбачила неподалеку. Рядом лесополоса, беседки, мангалы для шашлыков. Затем парни поехали домой. Во время движения вдоль берега водитель не справился с управлением. Отдых на природе закончился трагедией. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса. Для установления причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Эксперты установили найденные в салоне автомобиля мужчины жители Бобруйска. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Аренда с продолжением. Бобручанин провернул криминальную схему с индивидуальным предпринимателем из Могилева. Мужчина взял в прокате игровую приставку, очки виртуальной реальности, автомат с контроллером движения, внешний жесткий диск. Когда срок аренды истек, владелец связался с клиентом в надежде выяснить причины задержки. Незнакомец, как позже выяснилось, бесследно исчез. Владелец гаджетов написал заявление в милицию. Оперативники вскоре вычислили злоумышленника. Подозреваемый сбыл технику сразу, деньги рассратил. Правоохранители оценили ущерб в 2000 рублей. Возбуждено уголовное дело с та же порядка отметили. Ранее фигуранта уже судили за кражи, грабежи и разбой. Просто дичь. В Бобруйском районе задержали браконьера. Инспекторы охраны животного и растительного мира остановили авто возле соломинки. По словам специалистов, во время осмотра машины мужчина попытался скрыться. Беглица поймали. В багажнике данного автомобиля было обнаружено охотничье ружье. Зарегистрировано, так как данный гражданин является охотником законным. И на переднем сидении данного автомобиля, пассажирском, находился рюкзак с мясом косуль уже разделанный. Сумма вреда превышает 100 базовых величин. И в действиях данного гражданина усматривается состав уголовного наказуемого деяния, предусмотренной частью второй статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 20 килограмм незаконной добычи оценили в 3240 рублей. В качестве трофея охотник забрал и рога животного. Косули было порядка трех лет. Горе охотник находится в следственном изоляторе. 140 миллионов на дороге, новые спортобъекты и ЧП в столице. Менчанин выбросил из окна ребенка, затем выпрыгнул сам. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В России под Оржевом открыли мемориал советскому солдату. В церемонии участвовали Александр Лукашенко и Владимир Путин. Главы государства вложили цветы к подножию памятника, пообщались с ветеранами. Присутствующие почтили павших героев минутой молчания. Президенты также высадили молодые ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минстранц разрабатывает госпрограмму развития дорог до 2025 года. Главная задача – улучшение инфраструктуры для сокращения аварий и числа пострадавших. В стране 700 километров – полотна первой категории без барьерных ограждений. Их планируют установить в течение нескольких лет. Цена вопроса – порядка 140 миллионов рублей. В Минске начали строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Объекты возведут за счет технико-экономической помощи Китая. Проектная вместимость спортивной арены – 33 тысячи мест. Там можно будет проводить отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Европы, а также Суперкубок УЕФА. Бассейн сможет принимать не только официальные международные соревнования. Планируют продавать абонементы для занятий спортом. В Беларуси ожидают хорошего урожая черники. Закупочная цена в 2020-м будет не ниже 2,3 рублей за килограмм. Белкопсоюз ежегодно организовывает закупку продуктов у населения. Позже они идут на продажу внутри страны или на экспорт. С клубникой не повезло. По словам экспертов, погода ухудшила условия для заготовки. Менчанин выбросил из окна собаку и ребенка, затем выпрыгнул сам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Правоохранители выяснили, что перед случившимся мужчина собрал вещи бывшей сожительницы и поджег их в ванной. Возле дома также дежурят спасатели. Праздничная открытка для ветеранов, друзей и родных. Белпочта анонсировала акцию ко Дню независимости. Желающим предлагают купить карточку с оригинальным дизайном. Лицевая часть в бело-голубых тонах Курганслава переливается золотом. На обратной стороне можно написать пожелание отправить сувенир в любой уголок страны. Почтальоны доставят посылку адресату бесплатно. Специальное предложение доступно 3 июля. В Бобруйске акция пройдет в Доме связи с 11 утра до часа. 11 на 11. Завтра стартует чемпионат города по футболу. Спортсменов примет стадион Прокопенко. Зарегистрировалось 7 команд. Первенство пройдет в один круг. Участники сыграют в 2 тайма по 30 минут. Большое количество ребят изъявляет свое желание. В каждой команде по 30 человек. Возраст здесь разный. Есть и 17 лет, 16 и доходит до 45. У нас судьи довольно-таки квалифицированные. Это ребята и судят высшую лигу чемпионата Беларуси. И Голомзику. Валерий Лепин, Константин Захаров и Бонсеев Александр. Матчи будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале организаторов. Первыми на поле встретятся команды Белшина 2003-2004 и Осетский и компания. Финал запланирован на конец июля. В последний день июня Бобруйск накрыл дождь. Днем воздух прогрелся до 21 с плюсом. К вечеру порывы ветра усилились до 12 метров в секунду. Надолго ли тренд расскажем прямо сейчас. В небе туча хмурится, хмурится, хмурится. Скоро грянет гром, скоро грянет гром. Дождь пойдет по улице, улице, улице. С жестяным ведром, с жестяным ведром. Жизнь как песня. Синоптики заверили, завтра проливные дожди с грозами пройдут по всей стране. Местами возможно шквалистые усиления ветра. Осадки напитают почву влагой. В нескольких районах уже зафиксированы излишки. На Витебщине у зерновых пожелтели листья. Отдельные метеостанции Гродненской и Минской областей отмечают полегание посевов. Тем не менее, эксперты предрекают большой урожай. На севере Белоруссии зацвела пшеница. На юге у ячменя и овса наливают зерна. Непогода охватила юго-запад Китая. По данным МЧС, от наводнений и штормов пострадало 14 миллионов человек. 78 погибли или пропали без вести. Из бедственных районов эвакуированы 744 тысячи жителей. Прямые экономические потери составили без малого 4 миллиона долларов. Стихия не думает отступать. Согласно прогнозам, в течение недели на центральные и восточные регионы будет выпадать от 30 до 50 миллиметров осадков в час. После затяжных дождей, одна из крупнейших рек мира Брахмапутра вышла из берегов. 2000 индийских деревень скрылись под водой. За сутки катаклизм унес 24 жизни. Свыше миллиона человек покинули свои дома. Второй месяц лета Бобруйск встретит комфортной погодой. Небольшая облачность и без осадков – девиз предстоящей среды. По улицам города пройдет юго-западный ветер. Вечером с порывами до 13 метров в секунду. Днем потеплеет до плюс 25. Ночью воздух остынет до 15 градусов выше нуля. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...